МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этой выставке представлено большое количество видов декоративно-прикладного творчества, например, керамика или оригами. И, конечно, вы видите, что здесь огромное количество картин, живопись, графика. Также здесь сегодня представлены различные виды технического творчества, ракетостроение, конструирование автомобилей. На этой выставке представлены не только работы детей 21 века, но и, представляете, детей 20 века. Таких, которые были в вашем возрасте в 70-х годах, 80-х годах 20 века. А как отбирали работу на эту выставку? Очень серьезная комиссия, которая состояла из представителей всех домов детского творчества. В этой комиссии были также художники, скульпторы, все специалисты по всем направлениям, которые здесь представлены. Такие выставки проводятся раз в пять лет. И только раз в пять лет можно на такой самой большой в России выставке презентовать плоды своего труда. Даже не верится, что все эти картины написали дети. А мне больше всего нравится керамика. Детям часто хочется попробовать все хобби сразу. А как выбрать свое? Я бы посоветовала для этого как раз принять участие в различных мастер-классах. Но и если вдруг сегодня какие-то ребята не успеют, или они не знали об этой выставке, то вы им расскажете, и они смогут прийти в наши дома детского творчества на пробные занятия или на мастер-классы. И понять, что же больше привлекает, что же им больше нравится. На выставке представлено 3000 работ. Многие из них сделали ученики Дворца детского творчества на девятой линии. Расскажите про самые интересные работы. Ребята, мне кажется, что все работы сегодня очень интересны. И керамика, и живопись, и рисунок, и графика, и оригами, и моделирование одежды, и техника. Это роботы. Посмотрите, какие интересные роботы, которые выполняют разные задания. Это и ракеты, и корабли, и самолеты. Мне кажется, здесь для каждого сегодня найдется какая-то новинка или какая-то изюминка. А кто-то, может быть, посмотрев эти работы, захочет сам своими руками сделать такие же. Эти ракеты тоже сделали дети? Эти ракеты сделали мальчики от 7 до 16 лет. И эти ракеты участвуют в настоящих соревнованиях. Они летают каждый год 12 апреля на Петропавловке на празднике, посвященном Дню космонавтики. И представляете, каждая ракета может взмывать воздух до 100 метров. Оказывается, дети могут построить ракету, создать целый город с обычной бумаги, сыграть на музыкальных инструментах лучше взрослых. Познакомились с самыми интересными детскими хобби Арсений Чунс и Агния Петрова.